Отрезкого перепада температур страдают не только дороги. При гололедице количество травм среди жителей увеличивается в 2-3 раза. Вот такая сногсшибательная статистика. Наша съемочная группа выяснила, как лучше приземляться, если устоять не удалось. Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все. Все. Похожую историю рассказывает большинство пациентов, которые ждут приема в травматологическом отделении. Погода, да, действительно такая неустойчивая на улице. То тепло, то холодно. Даже вот на тротуарах видно, что проступает лед. В основном травмируют те конечности, которые находятся как опорные точки при падениях. Это вот руки. Часто ломают на уровне предплечной, на уровне плеча. Ноги подворачивая. Падение происходит именно из-за того, что нога, например, не удержалась. А так, в общем, количество травм в последнее время, конечно, подросло. В среднем у нас показатели где-то в районе 50-60 человек за сутки обращаются. Ну вот последние показатели, я вот осматривал сейчас данные, где-то в полтора раза. Это порядка даже 75-80 вот доходит. Это вот последние выходные, в неделю. Обращаются с травмами в больницу чаще женщины. Но вовсе не потому, что это слабый, хрупкий пол. Просто относимся к здоровью мы внимательнее, чем мужчины, говорят врачи. И не зря. Травма, не насморк, сама может и не пройти. Впрочем, можно научиться падать так, что уходить в гипсе не придется. Семен Семенович при падении сделал несколько ошибок. Начнем мы с того, в тот момент, когда вы подскользнулись, ноги уходят у вас вперед. В этот момент следует во время падения чуть-чуть присесть, сгруппироваться, подбородок прижать к груди, чтобы во время падения затылком не удариться. Группируемся и падаем. Когда падение происходит вбок, ни в коем случае нельзя выставлять прямую руку, а то произойдет перелом. Мы, получается, то же самое. Группируемся, подсаживаемся, падаем на бок, голову, естественно, поджимаем. Если падаете вперед, нельзя падать на прямые руки, надо их согнуть. Принимать правильное положение при падении сразу, конечно, не получится. Впрочем, у россиян для тренировок есть еще пара месяцев. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.